Друзья, всем большой привет! Сегодня я хочу вам рассказать об одном из важных этапов подготовки ко второй битве под Эль-Аламейном, благодаря которому британцам удалось перехитрить войска Роммеля и снизить свои потери. Эта операция называется Бертром и считается одной из лучших в деле маскировки. Разумеется, стоит сделать ремарку, что Роммель и так находился далеко не в самом выгодном положении и вынужден был перейти к обороне, а у англичан было преимущество. Но, тем не менее, эпизод занятен. Давайте для начала обратимся к мемуарам британского генерала Монтгомери. Разрабатывая и вводя в действие дезинформационный план, мы ставили перед собой две цели. А. Как можно дольше скрывать от противника наше намерение начать наступление. Б. Когда скрыть намерение станет невозможным, не позволить противнику определить место, время и направление нашего главного удара. Для того, чтобы скрыть наши истинные намерения и передвижение войск на севере, мы создали видимость активной подготовки наступления на юге. Огромное внимание придавалось мельчайшим деталям, потому что любая неточность могла сорвать весь замысел. Было налажено массовое производство муляжей, подготовлены специалисты, в операции участвовали многие сотни автомобилей, одним из элементов визуальной дезинформации стало создание и постоянное поддержание высокой плотности транспортных средств на северном фланге. К 1 октября там установили все необходимые муляжи грузовиков, хранилищ боеприпасов, орудий и т.д. Ночью, за день перед наступлением, когда дивизии уже сосредотачивались для атаки, на место муляжей установили настоящую технику. Сами муляжи отвезли в тыл вместо настоящей техники, для того чтобы на фотографиях, которые делали самолеты противника, ничего не изменилось. Подготовка наступления потребовала создания крупных складов в северном секторе. Мы принимали особые меры для того, чтобы противник не узнал о существовании и местонахождении таких складов. Поэтому маскировочными средствами склады удалось полностью скрыть, фотоснимки противника фиксировали лишь несколько ям для окопов. Эта часть операции по праву считалась триумфом армейских маскировщиков. Еще одним примером дезинформации стала прокладка ложного трубопровода, призванного убедить противника, что главный удар будет наноситься именно оттуда. Его начали прокладывать в конце сентября, и темп работ указывал на то, что трубопровод войдет в строй к первым числам ноября. Траншею для трубопровода рыли обычным способом. Трубы изготовили из пустых бочек из-под бензина. Вдоль трубопровода построили три ложные насосные станции. Принимались, разумеется, и другие меры. В частности, противник получал доступ к ложным, якобы секретным сведениям. Но я ограничиваюсь примерами визуальной дезинформации, в которой важнейшую роль сыграла маскировка. Весь план получил кодовое имя Бертрам, и те, кто его реализовывал, заслуживают высшей похвалы, ибо он удался. План действительно был неплох, и англичане хитрили как могли. Применялся даже двойной блеф. Неподалеку от Муносиба англичане расположили замаскированные ложные артиллерийские позиции. Поначалу их было не отличить от настоящих, но затем англичане нарочно допустили погрешности, чтобы немцы убедились, что это ложная артиллерия. В итоге в ночь перед наступлением англичане поставили настоящие пушки, что стало настоящим сюрпризом для немцев. Как уже было сказано ранее, танки маскировались под грузовики, а грузовики под танки, что создавало полную неразбериху. Маскировали при помощи простейших щитов из фанеры, разукрашенных для имитации танка или колес машины. Продумывались даже такие мелочи, как следы от дворников. Дополнительно англичане создали более 500 манекенов техники. Ну и в качестве вишенки на торте англичане активно вели ложные переговоры. Весь этот огромный труд не пропал даром. Немцы окончательно запутались и сделали ошибочные выводы. Анализ захваченных документов показал, что немецкие командиры не смогли определить направление главного удара. Вильгельм фон Тома вообще полагал, что у британцев есть еще одна танковая дивизия и что ее удар будет сосредоточен на юге. Георг Штумов верил, что до начала наступления есть еще несколько недель. Разумеется, сказался и отъезд Роммеля 23 сентября для лечения. Но он еще застал начальный этап операции и, поскольку не был способен определить главное направление удара, растянул свои силы, вопреки своей тактике мощного танкового кулака. Англичане, как мы знаем, любители превозносить значимость своих побед до небес. Эль-Аламейн и операция Бертром были важной вехой войны, но не переломной. В любом случае, грамотная организация и обман противника помогли сохранить жизни многих солдат. А это самое главное.